Всем привет! Сегодня 5 декабря 2021 года и мы продолжаем нашу фотоохоту в глубине темных черниговских дремучих лесов. Мы переставили наши фотоловушки на новое место. Вот, смотрите, вот одну мы поставили здесь. Мы нашли новое озеро-болото в лесу, к которому приходят крупные копытные животные попить воду. Вот видите, какие следы? Вот, и будем на них охотиться в этот раз. Вот там звериная тропа проходит, вот так между деревьями проходит сюда и заканчивается здесь. То есть идеальный ракурс, идеальное место. Я тут даю стопроцентную гарантию, что кто-то здесь нам попадется. Включаем. У нас тут все настроено, нужно только нажать на кнопочку. Раз. Щелк. Есть. Работает. Китайская фотоловушка модели PR200. Из преимуществ крайне низкая цена, также сносное качество работы. Из недостатков низкая надежность. Одна уже сломалась. Без видимых причин. Возможно, перегрелась на солнце. Низкое качество цветопередачи, а также не совсем четкое срабатывание на движении. А также работа от двух литий-ионных аккумуляторов формата 1850, которые стоят почти как и сама фотоловушка. В этой луже вы можете видеть след копытного животного, показана стрелочкой. Как вы думаете, чей это след? Пишите в комментариях. А это лесная тропа, стрелками показана. А маленькой стрелкой показано место установки второй фотоловушки, немецкой. Продолжаем охоту. Мы пришли к нашей второй ловушке. Эта ловушка у нас новая. Нашел я за недорого по объявлению бэушную ловушку, привезенную из Германии, сделанную для немецкого рынка. Там все по-немецки написано. То есть это точно не Китай, не Украина. Должно быть все классно. Проверим немецкое качество. Правда, казалось, что это немецкое качество. Не умеет снимать видео, а только делает фото. Но ничего, если оно будет хорошо делать фото, то это тоже будет классно. Как раз она смотрит на звериную тропу. Здесь как раз пересечение разных троп. То есть все животные, которые со всех сторон могут выходить, они будут появляться на этом пятачке. В том числе и от первой фотоловушки. Так, включаем ее. Здесь я немножко ее модернизировал, поскольку крышка не герметично прилегает, и нужно проволокой таки закрутил, чтобы влага не попадала. Может оно не очень красиво, зато надежно. Вот так. Так, загорелся экранчик, может вы видите. Так, он красным загорелся датчик. И посмотрим, как наше немецкое качество будет снимать. Один, все, единичка загорелась. Все, она работает. Это фотоловушка модели Duramax Grizzly S. Немецкая. Из преимуществ делает более качественные фото. Хороший датчик движения, срабатывает когда нужно. А также, думаю, очень долго работает на одном комплекте батарей. Из недостатков не умеет снимать видео. А также неплотное прилегание крышки. Это устаревшая модель десятилетней давности. Мы находимся на пути к установке третьей и четвертой фотоловушки. И вот мы по дороге нашли в лесу вот такие следы чьи-то. Это кто-то рылся под листьями. Вот посмотрите. Может вы знаете, кто это? Что за животные? Это кабан или это косуля? Вот здесь. Здесь вот даже там какие-то следы небольшие можно увеличить. Попробовать посмотреть. Вот-вот-вот. Кто-то разрыл и побежал дальше. Листья дубовые. Может быть, он здесь искал желуди или каких-то червяков. Пишите в комментариях, как вы думаете, кто это поработал. Мы поставили фотоловушку номер 3 примерно на том же месте, где мы этой весной тоже ставили. и здесь сняли стаю диких кабанов с маленькими поросятами. Там увидите, я вам покажу это видео чуть позже. Вот. На таком очень удобном месте, на склоне, то есть, когда животные спускаются или поднимаются, вот здесь только такой проход, они обязательно будут нам попадаться. И когда животное поднимается, оно замедляется. И его удобнее снимать. Так, запускаем ее. Тут нам только нужно щелкнуть на кнопочку. Оп. и все заработает. Оп. Загорелось. Оно должно помигать красным. Щелк закрылась. О. Отлично. Все встало ровно. Работает. Вот. И теперь, смотрите, вот там наверху у нас еще одна стоит. И сейчас мы тоже поднимемся и ее включим. Она тоже будет примерно этот же склон немножко с другого ракурса снимать. если кто-то нам в кадр так не попадется, то так он обязательно. Важное правило при установке фотоловушек, чтобы они не смотрели друг на друга, потому что когда срабатывает инфракрасная вспышка на одной, то вторая тоже включается автоматически и засвечивает одну другую в режиме ночной съемки. Так что это мы такой опытным путем установили. Так, я поднимаюсь. кстати, на этом склоне кроме стаи диких кабанов с поросятами мы еще сняли волчий хвост. То есть пробегал волк и от него только кусочек задняя часть туловища и хвост сняло. Но это точно волк, потому что мы вот в 100 метрах туда налево мы сняли двух волков на видео и на фото. Я вам тоже их покажу. Но это очень большая удача, потому что волков согласно всем литературным источникам здесь быть не должно. Ну не должно, но они есть. Так, включаем. Оп, загорелось. Так, у нас батарейка нормально, все порядок. Раз, два, супер. Будем надеяться на хорошую охоту и пожелайте нам удачи в этом. Это наша лучшая фотоловушка модель UO Vision S1 Jagger. Качество съемки отличное, датчик движения отличный, снимает только по делу. К надежности претензий нет, все супер. Недостаток только очень высокая цена. Это фотоловушка модели Suntech DL100. Очередная китайчатина. В целом не очень. Датчик движения очень капризный. И в конце концов вышел из строя. Была в ремонте, ремонт обошелся почти как новая. Установив все наши фотоловушки, мы отправились в обратный путь, который пролегал через поле, засеянное озимой пшеницей или рожью. А теперь внимательно смотрите за стрелочкой на экране. В поле бежит стая косуль. 4 косули. Здесь их можно очень часто увидеть, особенно поздно вечером или ночью, так как животные выходят из леса, чтобы полакомиться молодыми листиками озимой пшеницы. Они очень питательны, особенно зимой. Но одна отстала, решила остаться в поле, а три убежали в лес. Еще посмотрите, какая скорость, как быстро они бегут. Примерно 30-40 километров в час. О, они все бегут. Давай, шоколады. Смотри. Давай, давай, давай. Пускай отстал. Смотри, мы не съехали. Не, не, смотри, мы сейчас так гоним. Они хотят к лесу куда-то убежать. Она, да, оторваться. О, собьем, давай. Смотри. А там одна осталась, кстати. так и волк ее. А? Волк так и охотится. Одна отстала. А те пробежали. Смотри. А это кто? Кабаны. Кабаны? Маленькие. Кто это такие? Это косули, наверное, тоже. Это зайцы может? Зайцы. Мне кажется, это четыре зайчика было. Нет. И одна косу. Они уже там, в кустах. Примерно через три недели, 25 декабря, мы вернулись. Посмотрите, какая красивая погода. Снег лежит и солнышко светит. Прошло три недели и мы вернулись к нашей первой фотоловушке. Уже, как видите, выпал снег. Правда, снег небольшой, что позволило нам без проблем доехать сюда. И снег выпал только вчера, поэтому каких-то следов животных мы много не смогли увидеть, но все-таки если присмотреться, здесь были следы лося. Сейчас мы снимем карты памяти с наших фотоловушек. Пришли мы к нашей второй фотоловушке, немецкой, которая умеет снимать только фото, видео она не делает, но здесь очень красивый ракурс, лесная полянка. Открываем крышку, выключаем ее, оп, и достаем карту памяти. Вот она. Пришли мы к второй, к третьей нашей фотоловушке, это самая лучшая. Она не открывается, замерзла, не, открылась. Так, выключаем, чик, и достаем карту. здесь у нас еще и вторая фотоловушка в этом месте. Вон она, вон там. Сейчас я туда залив. открываем, выключаем. Все готово. Идем теперь к компьютеру. Мы прибыли к машине, где у нас... мы все скачали, и теперь мы приступаем к просмотру. Начинаем с первой, которая возле болот состояла. О, а кто это с такими глазами светящимися? Похоже, косуля во время дождя или... И вон еще... Ох, их тут сразу много. Какая толпа. Смотрите, куча стая кабанов. О, вот это вот красивое фото, когда ходит косулька. О, это... А это лось. О, вот это морда какая. Но это видна лосиха. Вторая фото ловушка. Оно, кто тут? О, лось какой красивый. Так, открываем третью, последнюю нашу самую лучшую фото ловушку. Вот они по тропе идут. Это было чуть... ниже направить. О, стайка трех косуль. Динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь-динь. Вот что сняла наша первая фотоловушка. Смотрите, к нашей лесной луже идет большая стая диких кабанов. По моим подсчетам, там их штук пятнадцать. Они идут попить водички, а также поковыряться в грязи. Они это очень любят. Весьма вероятно, что это кабанчики выводка этого года. Возможно, даже те, которых мы снимали в апреле. Можете посмотреть мои предыдущие видео. Кабанчики любят собираться в стаи. Так удобнее защищаться от врагов и искать пищу. Дальше можете видеть, к нам пришла косулька, но попить водички ей уже не суждено. Наша лужа замерзла. А за ней идет и вторая. А это наш самый крупный трофей. Это лось. Это его следы мы видели. Идет мокрый снег с дождем, но наш лось ничего не боится. Это очень выносливые животные. Точнее, это лосиха. У нее нет рогов. А это маленький зайчик. Тоже пришел попить воды. Смотрите, какие у него ушки. Жаль только ночью. Нельзя его так хорошо рассмотреть. зайчик. А это наша вторая фотоловушка. И это тоже наш зайчик. Заметьте, если есть зайчики, то я думаю, здесь должны быть и лисички. Будем на них тоже охотиться. И кабанчики тоже здесь бегают. Ну и как же без косуль? И они здесь тоже пытаются найти какую-то траву под снегом, видимо. А вот и лось. Обратите внимание, это молодой самец. Рога у него только-только начинают расти, еще совсем маленькие. А это уже я, 25 декабря. А это наша лучшая фотоловушка. Но она сняла только стаю косулек. Три штуки. Больше здесь никто не бегал все это время. Но посмотрите, какие некрасивые на фоне заснеженного леса. Заканчивая сегодняшнюю фотоохоту, нагреемся у костра. Мы не были в полной мере удовлетворены результатом, поэтому решили оставить фотоловушки на место и вернуться еще через две недели. Всем привет еще раз. Сегодня 2 января уже 22 года. Мы вернулись снова к нашей фотоловушке, которая сняла много кабанчиков и лося. Она еще постояла две недельки. Посмотрим, что она сняла. Должен быть хороший улов. Мы там шли и видели порытая животными земля. Они здесь ходили. как видите вот здесь как они землю всю разворотили. Это может стая диких кабанов так поработала активно. Но сейчас все замерзло, поэтому они не смогут так снова поковырять. Но видно во время оттепели они здесь резвились. Должен быть улов хороший. Так мы снимаем. вот тут примерзло так хорошо. Так сейчас мы ее отключим чтобы зря не снимала. Чик щелк отключили. Теперь снимаем нашу замерзшую замерзшая ой ломается зараза. все готово и сейчас мы будем назад идти и посмотрим как там звери порылись. Идем. Сейчас мы идем к нашей последней фотоловушке немецкой, которая только фото делает. вот смотрите кто-то здесь что-то рыл и что-то искал. и вот еще тоже всех этих должно было снять. И вон немножко даже вот там вот наша немецкая фотоловушка мы ее снимать не будем. Сегодня мы с нее только достанем карту памяти, перекачаем все данные и поставим на место. Она как раз на хорошем месте стоит. Пусть там дальше стоит. Вот наша ловушка. Она когда снимает иногда красным мигает. Но наверное чик выключили и достали карту памяти. Мы пришли к нашей машине к нашему компьютеру и мы уже перекачали данные из наших фото ловушек три фото ловушки одна там висит еще. Вот сделали четыре папочки и сейчас смотрим. Вот это первая это у нас фото ловушка которая там где кабанчики возле лужи маленького маленького чья это голова появляется вот это и они все точно так же как и в прошлый раз по такому же маршрут откуда-то оттуда слева выходит то есть там их тропа так ну ладно давайте смотреть дальше а смотрите кто это Лёва Леса варю смотрите ребята Леса наша фотоловушка сняла лису настоящую рыжую кстати вторую да это немецкая которая фотки снимает вот это я кто-то большой кто-то большой и даже их два 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 лося сейчас оп оп один там стоит думает дорогатый такой красавец и смотрит на нас пошел дальше и второй пришел безрогий это его достопочтенная супруга видимо безрогов теперь вот это которая стояла там на горке на лесной тропе которую мы переставили наверху это мы ставим это мы уходим а это в снегу косуля идет ночью и она же видимо там и ходит и вода и и и так и тут кто-то ходил но не поймался все удач удачно в этот раз тоже вижу предварительный просмотр показал что мы увидели лису рыжую три больших лося и косульку вот еще раз наша первая фотоловушка и это я а это наша первая гостья косуля как обычно а дальше нас ждет сюрприз помните я в прошлый раз говорил что там где есть зайчики там должны быть лисицы и вот она наша рыжая хитрая красавица крадется выслеживает наверное нашего зайчика который здесь был пил водичку надеюсь зайчик еще жив а может уже и лиса его и съела переходим к второй немецкой фотоловушке и как вы видите на нашу полянку пришла стая лосей сначала один потом два потом три и потом даже четыре я их увидел посмотрите внимательней сколько вы найдете лосей это самые крупные копытные животные обитающие в черниговских лесах не считаем возможно зубра длина тела самца достигает трех метров а высоту до холки больше двух метров и весить могут такие животные до 600 килограмм представляете себе они не боятся даже волков поскольку одним ударом копыта лось может убить волка волк может убить и съесть только слабое больное или старое животное вот представьте себе собираете вы осенью грибы в лесу а к вам из кустов выходит выходит вот такое чудище но на самом деле животное не агрессивное на человека оно обычно не нападает оно само боится и прячется где-то в кустах в зарослях чтобы никто его не видел в украине сейчас это животное находится под охраной охота на него полностью запрещена так как животное находится на грани вымирания питается это животное травой а также листьями молодых деревьев и кустарников самцы лося сбрасывают свои рога обычно в ноябре декабре поэтому сейчас скорее всего рогатого лося мы не увидим вот интересно хотелось бы найти где-то в лесу его сброшенные рога которые у крупных лосей достигают веса 25 килограмм представляете а новые рога вырастают у него весной в апреле и здесь нам попалась косулька два раза красиво она смотрится на снегу посмотрите какая походка какая осанка какая грация какое красивое какое красивое животное и вот она еще раз здесь уже ближе можно лучше рассмотреть а вот четвертая наша фотоловушка к сожалению ничего не сняла не ходили там животные увы ходя год темно правда уже а также перевесили фотоловушки на новое место но это примерно в том же районе только немножко на другие деревья только немецкая фотоловушка осталась на старом месте также немножко погреемся у костра поедем домой